Люберцы присоединились к ежегодной акции «Диктант Победы». В городском округе было открыто более 30 точек, где все желающие могли проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. Самой большой площадкой стала картинная галерея. Там работала съемочная группа нашего телеканала. Уже в пятый раз накануне Дня Победы проходит акция, которая еще раз напоминает о событиях, которые происходили с 1941 по 1945. Участникам «Диктанта» предстоит ответить на 25 вопросов, связанных с историей тех самых четырех лет, которые навсегда вошли в мировую историю. Всегда момент волнения, просто вопрос, кто как его умеет скрывать. Здесь собрались профессиональные ученики. Я думаю, что справимся с своим волнением, напишем все «Диктант» с хорошим результатом. Это определенная проверка наших знаний. Но, по крайней мере, то, что не будем знать после диктанта, есть возможность залезть в интернет, посмотреть, почитать и что-то вспомнить. Главная цель «Диктанта Победы» не просто проверить уровень знаний, а в очередной раз вспомнить о великом подвиге советского народа, перечитать учебники по истории и окунуться в архивные документы. Таким образом, почтите память, чтобы помнить, не понимая сейчас, правильно или неправильно ответим на вопросы. Наверное, после этого теста будет интересно взять какую-то литературу, историю и почитать по поводу этих событий, потому что даты, конечно, в голове уже не держатся. Если еще личности можно понять, где Сталин, где Рокоссовский, вот с датами сложнее. В патриотической акции приняли участие более 2000 жителей городского округа Люберца. Узнать свои результаты можно на сайте диктантпобеды.рф по индивидуальному номеру.